Несовершеннолетний юноша решил завершить воскресный день, нарушая правила дорожного движения. Без водительских прав и шлема подросток катался по тротуару на скутере. Нарушителя заметили патрулировавшие город сотрудники ГИБДД и попытались его остановить. Но школьник не выполнил требования полицейских и совершил ДТП. Не справился с управлением, в следствии недостаточности опыта своего для управления двухколесным транспортным средством. В результате чего получил телесные повреждения в виде ушибов. И после осмотра врачом был отпущен домой. Грабеж на глазах у покупателей и посетителей произошел в одном из торговых центров города. Мужчина и девушка украли деньги из ящика для пожертвования. Причем сделали они это по-тихому, без криков, выстрелов и погони. По видео, которые были представлены торговым центром, видно, что граждане использовали для того, чтобы достать деньги из этого ящика липкую ленту. По записям с видеокамеры установили причастных к преступлениям. Ущерб составил примерно 3000 рублей. Именно такую сумму назвали подозреваемые. Сколько точно похитили злоумышленники, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Так как деньги в ящике для пожертвований пересчитываются лишь раз в месяц. После того, как один из продавцов отдела окрикнул их, они убежали. Двое саровчан попались на уловки мошенников. В одном случае женщина сообщила по телефону пароль и лишилась 90 тысяч рублей. В другом пенсионер поверил неизвестным позвонившим ему на телефон и передал через таксиста 40 тысяч рублей для вызволения внука из переделки. Сообщение было ложным. Сотрудники полиции устанавливают причастность водителя к преступлению. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.